Раз-два. Сегодня такая погодка интересная. Время 7 утра. Пора начать. Если уж так говорить, то нужно выезжать рано. Сейчас я покажу на своем примере это. От эконома я буду брать сегодня по полной. Все, что можно выжать из него, это будет Uber, это будет эконом Яндекса, детский тариф и доставка. Ну, конечно, будет выручать детский тариф очень сильно, потому что там хорошие заказы по хорошим ценам. И давайте посмотрим, что из этого получится. Также снимать все это дело я буду на GoPro, которое спрятано под зеркалом. Не очень понятно для пассажиров, ну, то есть немного торчит камера. Кто-то думает, что, может быть, это видеорегистратор, но ладно, съемку будем вместе с него. Сделал я опять минималок, 350 рублей. Мой ладеный заказ, который пришлось отменить, я не видел, приехал. Хотя он не показал, что это не дальняя поездка. Сейчас далее буду еще в течение часа здесь кататься, делать короткие заказы ДЖД и ждать какой-то заказ в Москву. После чего уже уезжать работать там. В идеале, конечно, чтобы это был детский. Очередной заказик. По безнаму, на 100% выйдет. Но вопрос в том, как скоро. Я в большинстве подгоняю людей, то есть я по приезду сам им звоню. Как бы намекаю им, что я тут, пора выходить уже. Чейкс, мустер вперед. Я шашку не одел. Шашки нельзя кататься. Здравствуйте. Водитель Яндекс.Такси. Что вы? Да, да, да. Я вывезти, сухая, делик. А, хорошо, хорошо. Жду. Саша, типа, взбил сильные мысли. В принципе, в том месте, где я катаю минималки, после Стаса, после видео у Стаса все о жизни в такси, тут стало очень много машин. Очень много. Раньше было, честно говоря, здесь проще. И заказов делалось больше. Сегодня сделал 5, и сейчас уже становится 5, как стандарт, такой некий. 5 заказов утром. Раньше было 8 заказов. 7-8 заказов. 8 хороший день, 7. Ну, нормальный. 5, это типа, вот, ну. Такой есть. Вон, на Магмузе. Здрасте. Здрасте. Чуть не сдул, да? Как вы думаете, будет здесь газончик вот в этих местах? Очень бывает. Не помешало. Да. Потому что огромная горшотка, вот, может, тоже... Ой, в угол собак. Ну, может быть, кстати, да. Ну, я думаю, что если была бы, конечно, парковка, может быть, они бы сначала подготовили бы почву и закатали асфальт, а потом закрывали бы. Ну, фиг знает. Фиг знает. Понял. Вот, боишники, может, разгонят здесь. Да? Да. А это вообще боишники. Не, они разгонять не будут. Боишники. Сейчас, секунду. За нами. Автобус прошли. Здесь удобно будет? Да, ну, конечно. Спасибо. Доброго дня. До свидания. До свидания. Так, ну, 9 минут у меня светофор. Да. У вас светофора по 67-м были. Да. Примерно утром вот такие заказы и катаешь. В Пану я хотел уехать через 2 часа после минимала по Москву, но заказов в Москву не было. Я сделал, получается, 4 заказа еще по 130 рублей. Коротких, из быстрых. Ну, вот. И... Сейчас поеду, сделаю дела. Заеду в такой некий магазинчик Ярче. Там очень хорошие, дорогие. Дешевые. И кофе. И позавтра поеду в Москву. Вот он, кстати, этот магазинчик Ярче. И что мы тут нахапали? Два пирога с черникой, два вишня с сыром, два вишня. И как вы думаете, сколько это стоит? 120 рублей. Кофе у них, капучино, кстати, по 40 рублей. Хороший магазинчик. Вот. Такой сетевик крупный. По-моему, много где есть. Между делом пришлось мне подхватить моего дорогого и любимого пассажира. И съездить его подстричь. Да, Лев. Лев. Эй, меня не Лев. Меня не хороший Лев. Ты в шоке, что ли? Ты в шоке. Так, неплохо. Я так подзавис, можно сказать, дома. Занялся делами. Занялся делами. Время полтретьего. Сейчас проставляю в сторону Москвы. Пообедал и так далее. Три часа я, получается, катался с 7 до 10. После этого занимался динамией. И далее поработаю. Но остаток держит. Типа 9 часов. Да, в середине 15-20. Я заправил ее машину. И с тобой по лошади заезжаю через МКТ в Москву. Через МКТ. И МКТ перехватываю. У нас уже доплата. Я постаю остановить минималку. Я просто не смотрю с рублей. Это 50. А 200. Что очень даже приятно. Если бы я отправил правил, то просто начну обретаться. И если нет, то нет, то начинайся. Собственно, надо отмучаться. И начинаться. Постоял несколько минут. И коллега мне скинул. Значит, картину, что у нее обновление. Так, все, это прям очень вовремя. Если обновление не прошло, то заказы могут вообще не падать. Поэтому сможет за этим делом обновляйте. Посмотрите, трансформаторная будка и еще детская площадка такая маленькая. Ну вот если, я вам повторюсь, опять же, если вот эту поликлинику справа обходить. Справа обходить. Я знаю, что это. Но если на главный вход, вы же сказали, вы у главного входа стояли. Если глазами на этот главный вход смотреть и обходить справа. А у вас не серебристая машина? Нет, Белая. Сережа, это не так. Ой. Сережа! Сережа! Стой. Сережа, подни сюда. Спасибо. Ну, детская поликлиника, вы глазами, когда на главный вход, вы смотрите, справа вы ее обходите. И вот здесь будет некая... Около ворот въезда, да. Вот здесь такое тоже, какая-то некая, как будка трансформаторная, и за ней вот это вот ваша поликлиника. И ворота вот здесь. С входом, с человеческим. Но въезд закрыт. Ну, тут стоит какая-то машина. А у вас вошел какая машина? У меня седан обычный. Как вы видите, седан был мой. Обычная, обычная леховушка. Седан, там, 570, куда ты пошел? Это 375, не наша. А, вы, наверное, с той стороны стоите. Похоже, да? Я просто, я не вижу, у вас геолокация не включена. Я не вижу, где вы стоите, как бы. Все, вы просто не к тому выходу. Как говорится, я в аптеке, а вы в кино. Ну, как без песни. Мы, по-моему, в глаза видели. У вас, ну, она обозначена желтым еще, да? У меня белая машина, с желтой полосой и с серым низом. Я на аварийке стою вот здесь. Да, все. Все, 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 я уже в них. Мы просто по-другому выходу вышли, как приехали. А вы стоите здесь. Ну, хорошо. Вы двигаете парк, да? Да, да. Да? Да, да, да. Ну, все, мы подходим к вам. Стоимость будет вот такая. А вы мне говорите, что? Мы думали, что будет другая. Вам не по телефону озвучили стоимость. Как это может быть? А, у меня сын сказал, что есть все максимум. Поэтому мы не можем. Ну, кто, давайте поговорим, какой сын им был. Давайте спросим. Такая стоимость, не такая была. Ну, вот. Он ходить не будет. Нет, ну, понятно. Не раз слышал. Ну. А, если вы на запросите, пожалуйста. Слушайте, ну, вы заказываете такси тоже. Как мы с вами можем поступать-то? Мы даже не можем. Вы заказываете такси, вам показывают стоимость. Вы просто, как бы, мне говорите, что... Ну, вот, если прямым текстом. Друг, нам пофигу, какая стоимость. Мы будем платить столько, сколько нам удобно. Нет, ну, нам сколько вы сказали, вы 240. Кто вам сказал? Ну, значит, послушал. Вот, ну, по телефону. Ну, давайте позовем сына просто, у него спросим. Сейчас поговорим тоже с ним. Почему? Ну, понятно. Я принимаю заказ за одну сумму. Вы говорите, что у вас таких денег нет. Да, причем заплатиться. Просто есть такие клиенты, которые не хотят платить деньги. Нет, они не хотят платить. Вы не захотели платить деньги. Еще пять человек не захотелось в течение дня платить деньги. Ну, я вас, как бы, не отпуская, вы не заплатили деньги. Ну, у меня нету такси депутатов. Проблема... Ну, проблема... Проблема у вас. Проблема не у меня. Ну, это не проблема, в принципе, поэтому не у меня. Нет, почему проблема... Ну, какая проблема? В том, что... Ну, почему я туда доехала за 247, а обратно не дала. Позовите сына. Давайте спросим, почему. Кто из вас заказывал такси обратно? Можешь подойти, пожалуйста? Подойди, пожалуйста, сюда. А обратно ты заказывал такси? По телефону? Ну, вот смотри. 280. Твоя мама говорит, что сказали 247. Денег у нее нет. Ну, как вы издеваетесь надо мной? Пять человек, вот так мне не заплатили деньги, допустим. Ну, что мне потом делать? Смеетесь, что ли? А как вы заказываете такси? Кто-нибудь мне не даст, и вы мне должны дать. Потому что этот заказ вы делали. И вы не заплатили деньги, получается. Была другая дорожная обстановка. Мы с вами ехали и стояли в пробке. Просто они ушли. Ха-ха. Просто конченый. Сука, только хотел похвалить Uber, сказать, что все нормально, доехали за 16 минут. Ох, бля. Надо быть такой конченой, братья, вообще. Я просто в шоке. Жесть. Типа, у меня нету. Она говорит, что сын сказал, что 250, она как рассчитывает, 250 в основном, 250 в другую. Я этого сына зову. Он такой говорит, нет, 280, Кручевая. Все, пойдем. Они уходят. Я думаю, тут получили, ну, они же братья такие вот. Есть счет, сколько может заплатить. Она говорит, нет, типа, привели свои стоимость, да. Но я придумал свою стоимость. Я так, конечно, шокина. Позвонил в Яндекс. Они говорят, ну, и как бы окей, может зарегистрировать обращение. Я говорю, ну, ладно, я сам говорю. Могу и без вас, в принципе, написать такое же точное письмо. С тем, что приятка бы свалила и не оплатила, да. Ну, или частично оплатила. Ну, извините, ладно, 35 рублей копейки, но хорошо, 10 человек так сделает. 20-30. Ну что, прикольно, что. Отличательно возвращается, да. Обращение пишу, может, как промокод, да, на самом деле. За это, мурасит, просто никакой что-то назовешь. Ну, что, мгновенная карма, короче, сейчас очень короткий заказ был, 5-минутный, типа, и серию, что 91 рубль он стоит, женщина дала 150 и это было 200. Что это внутренний карм, заказ. Спасибо. Вообще, прям мгновенная ответочка пришла такая и перекрыла предыдущую ситуацию. Но, в любом случае, как бы, вот это показатель того, что такие клиенты есть. Я просто сегодня решил поснимать и, пожалуйста, вот сразу пример, да. Причем я думал, что я не буду сегодня записывать поездки, буду что-то просто там вещать. Потому что не было конечки, у него это много рук, спал, у него... Через 100 метров поверните налево. Швыряло меня везде, очень разный момент, забавно, нормально. И в итоге я поездмаловы, он пытался меня, был утренен в левую руку, и он уделал, еще чуть-чуть под шеей. И, в самом деле, он тянул долг поездку. Он плачал, ну, тяпил в долг в 3-30 минуты. И исполнял их влюбился. За 30 минут, за 35 минут, в случае, в случае, в турбрёнии. Вот самый, например, в детском, в детском, в детском, то есть с бустером он получается без оплаты, то есть без оплаты, то есть без оплаты, там, сколько? Ну, то я все равно нормально заканчиваюсь. И после рубежа, какой-то фронтыш был, и я струмирую стабильную. Мне подвесли женщине, уже сидеть с мышцами, видимо, нечем так, мне сейчас стабильную не надо выделить. Ну, ладно, что мы делаем? Сейчас не стабильно я проставлюсь в форму женский, и, более-менее, все сближали, чтобы на фирме был нормальный. Особенно позитиваю я еду. Либо вариант добивает нам 20 на 5 заказов, как большая часть столов, долгая, и там, где мы с тобой там отменим. Вот, и, по максимальной активности, тем самым, видимо, нечем. Либо оттуда уловить что-то в Москву, и уложить на минималки. Ну, минималки, такая сейчас история. Мне в последнее время с ним не везет свечерку. Те, которые начнут с ним прийти в центре. Потому что они постоянно гибляют 39 минут. У меня есть 40 минут в центре. Замечуя, что я есть в центре. Ладно. Так, добрался я стабильно до железки. Делал себе ужин, перекус. 30 минут ехал стабильно. 20 минут в очереди. 10 минут поесть, минус час. И дольше газовать. Сейчас я там бустер уберу. Я уберу в этом случае. Все убирать. Перевод. Так, с Калинина 18. Деревня Федурово. Какая мелочь нужна? 100 рублей дай. 100 рублей дай. Давай телефон. 50 рублей дай. Это уже такая шип-гейлокация? Нет, это у меня шип-гейлокация. А, почему? Ну, что, позина тогда приезжает? Ха-ха. А сестра? Теперь понятно. Ну, должен не помнить, что вся рыночка. Прошу, извините, блин. Ты ничего? Да. Тоже зен от тебя пришел. Нет, нормально. Блин, 22.47. В деревне поймать. Или в детском. И, кстати, здесь доплаты. Вот 10 минут. Типа не мало заказов. 600 рублей. Цепляю один детский. У нас бустер. Батарейцами разъезды. Здесь по городу. 550 рублей. Нормально. В ходу, в чем пару взял маленьких заказов. И сейчас, в основном, полетает детскую. Ночью. В нем нет детского, а ночью есть вообще. Ночью. Где-то. Если бы, где-то. Возможно, если я там. В общем, я-то не могу говорить. Возможно, если я. И атака. Продолжение следует...